МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этой документальной видеозаписью мы начинаем передачу об одной из самых злобных антисоветских организаций в Народно-трудовом союзе российских солидаристов. Эти кадры были сняты не так давно в одной из московских квартир. Здесь был задержан эмиссар НТС, прибывший под видом туриста. Вот его туристская анкета. Именно иностранных туристов, в основном молодых, сегодня НТС пытается использовать для доставки в нашу страну подрывных материалов, инструкций и денег. А принимал зарубежного гостя в тот день хозяин квартиры Виктор Иванович Дмитрусев. Ну, несколько лет назад из страны выехало два человека, Фифилов и Сорокин, которые занимались антисоветской деятельностью на стране. И вот, выехав на Запад, они предоставили наши адреса, мой адрес и моего знакомого НТС. Спустя некоторое время один из эмиссаров НТС прибыл к нам на квартиру, который представился, чтобы он значит, знакомый Валерия Фифилова, передает от него привет, передал небольшие подарки от него. Ну, собственно, и так началось. Фифилов, уроженец Владимирской области, там же с 1978 года занимался антиобщественной деятельностью. В 82-м году выехал из СССР по израильской визе, но проживает в ФРГ, но сотрудничает с НТС, в изданиях НТС публикуют клеветнические материалы на нашу страну. Выступает на радиостанциях «Свобода», «ДВС», «Немецкая волна», «Голос Америки», «Радио Швеции». Ну, и постепенно стали приезжать очередные гости оттуда. Да, и после этого встречи стали носить регулярный характер, дальше больше, значит, привозили сначала книжки простые, ну, библию, религиозного материала, в дальнейшем привозили материал, касающийся НТС, такие рекламные проспекты, и антисоветскую литературу, как всегда. От нас, значит, просили, чтобы мы, ознакомившись с этой литературой, давали своим знакомым, молодым людям, и в основном, конечно, распространяли ее. При случае нужно было фотоспособом размножить некоторые листки, интересные статьи, и то же самое распространять, или по почте, или как-то другим способом. Ну, вот они привозили эти листки, виду, в каком-то очень компактном виде. Да, вся литература привозилась нелегально. Ну, вот эмиссар НТС приезжал, значит, весь обвернутый, ну, полотенцами, там, бинтами, и вынимал все, значит, из себя, и выкладывал на. А потом как-то по нарастающей, видимо, и мало было, так сказать, таких простых идеологических шагов. Да, вначале привозились отдельные книги, а потом упор делался на листовке. То есть книг уже меньше было, видимо, из предположения, из предположения, что мы в какой-то мере стали подкованными, и в нашу задачу входило, так сказать, подковывать, так сказать, других людей. Но это открыто говорилось, что это по линии НТС. Да, да, конечно. С рекламой соответствующей этой организации, без упоминания отдельных грязных, прямо скажем, страниц истории этой организации. Да, это конечно. То есть о военной деятельности НТС это вам ничего не говорили? Ну, в некоторых книгах, которые нам присылались, говорилось там об НТС, как о третьей силе, которая борется за свободу России, против Советов, о том, что она была против фашизма, ну и в таком духе. Итак, НТС. В 1930 году в Югославии группа реакционных русских белых эмигрантов создала Национальный союз нового поколения. Организацию, поставившую целью свержения советской власти, освобождения России. Название организации несколько раз изменялось, но цели оставались. И главное, во все времена НТС сотрудничал с теми, кто считал своей целью уничтожение СССР. Романов, он же Островский, нынешний председатель НТС. До войны был уголовником. Окупанты освободили его из тремной камеры, и он верно служил гитлеровцам. После войны пригодился западным спецслужбам и дослужился до самого высокого поста в НТС. Аргузов родился в городе Печоры Псковской области. Там же служил у фашистов во время оккупации жандарм. Позднее пристроился в американской диверсионной школе в Батвизе, ФРГ. В настоящее время один из руководителей подставной организации НТС, так называемого Общества по защите прав человека, который осуществляет идеологической диверсии против СССР и других социалистических стран. Ширинкина родилась в семье бедного эмигранта. В 1941 году по указанию гестапо готовила группы для работы на территориях, временно оккупированных гитлеровцами. Действовала в Ворше, Брянске, Смоленске. Нередко ее подсаживали в качестве провокатора в камеры, где находились арестованные фашистами или советские патриоты. После войны начала активно сотрудничать с западными разведслужбами. Сейчас вы видите некоторые материалы, отобранные у задержанных эмиссаров. В них достаточно определенно сказано о целях НТС на нынешнем этапе. НТС прямо ставит задачу разбора системы по кирпичам. Сторонники НТС должны в настоящее время включаться в деятельность и содействовать любой независимой активности, в частности, защищать памятники старины. Это выглядит вполне безобидно, но инструкции идут дальше. Оказывается, следует выходить на улицы по любому поводу, чтобы возникло соединение внутреннего напряжения и иррационального случая, которое приводит к взрыву. Причем рекомендуется агитировать за это как отдельных лиц, так и целые коллективы. Решившие отдать себя служению НТС обязаны не вступать ни в какие виды социалистического соревнования и открыто осуждать всякого рода субботники, трудовые вахты и так далее. Не ходить на собрания, не участвовать ни в каких выборах, не вступать ни в какие организации, перестать платить членские взносы в партию, комсомол, профсоюз, творческие объединения. Закрытая работа. Так назван еще один раздел НТСовского наставления. В нем дается описание различных устройств для печатания нелегальной литературы. А вот техническая новинка, так называемая микрофиш. В таком виде направляются инструкции и нелегальные материалы. Их легко тиражировать с помощью обычного фотоувеличителя. А это издание НТС, журнал-посев, журнал-грани. Обратите внимание на фамилию его основателя. Это уже известный нам роман. Какие только антисоветские бредни не печатают эти издания. И не случайно, видимо, постоянные авторы изданий Аксенов, Максимов, Буковский, Любимов и некоторые другие оказались в рядах так называемого интернационала сопротивления. Вот сейчас вы видите их открытое письмо, опубликованное в газете «Московские новости». До какого же морального падения нужно было дойти этим людям, чтобы оказаться в одних рядах с афганскими душманами и их арганскими конкурсами? И вот еще один бывший. Владимов, бывший советский писатель, начал тайное сотрудничество с НТС в 1975 году, в 1983 году выехал по приглашению в ФРГ и развернул там такую злобную клеветническую кампанию против нашей страны, что был лишен советского гражданства. С января 1984 года по июнь 1986 редактировал антисоветский журнал НТС «Брани». Владимов поссорился с руководством НТС и сказал о солидаристах правду. Нет никакого ни народного, ни союза. Да, действительно, НТС – это организация, никогда не представлявшая русского народа, более того, всегда предававшая его интересы. К этому надо добавить, что за каждым из заправил НТС тянется со времен войны кровавый след. О преступлениях НТСовцев в годы войны мы решили рассказать на примере Смоленской, Смоленской области. Это не случайно. В Смоленск был выбран НТС в качестве платкарма по ряду причин. Центр России, город с большими культурными традициями, близко Москва. Они собирались распространить свою деятельность на Брянскую, Орловскую, Воронежскую и Кирскому области. Уже в октябре 1941 года в Смоленске появился тогдашний руководитель отдела закрытой работы НТС Георгий Акаблович. НТСовцы пришли вместе с гитлеровцами и сразу же развернули работу. Совместно с гестапо выявляли советских патриотов и уничтожали их. Обрабатывали в прогерманском пораженческом духе нестойких. Особую ставку делали на молодежь. Вместе с Акабловичем пришли Николай Алферчик, Георгий Ганзюк, Дмитрий Космович и другие. Всего на территории Смоленской области находилось 135 НТСовских эмиссаров. Они захватили командные посты в оккупационных учреждениях. Залечил за минувшие десятилетия военные раны Смоленской. И когда совсем недавно мы снимали кадры для нашей передачи, прямые следы войны найти уже было трудно. Да, много лет прошло. Но мы мысленно восстанавливали события тех драматических лет, и многое нас просто потрясало. Опасность разделила людей, зачастую живших на одной улице, на тех, кто встал на борьбу, и на тех, кто поддался. Герои Гиблину не сдавались, поддавшиеся оправдывали себя незнанием. И поразительно, что для обработки этих людей солидаристы, как оказалось, прибегали к уловкам таким же, какие используют и в наше время. И вспоминать об этом равнодушно и сегодня нельзя. Порой в своих поисках мы заходили в тупик. Нет уже переулка Пятницкий ручей и дома, где была одна из явочных квартир НТС. Видимо, не осталось в живых и участников, проходивших там сборищ. А вот некоторые из тех, кого они завлекали в свою организацию, кому тогда не было и двадцать, и нашлись. 21 июня 1941 года я приехала в Смоленск на каникулы из Москвы, где училась в музыкальном училище. Но с другой день случилась война. Эвакуироваться мне не пришлось, потому что близко мне человека, воспитатель моего, бабушку, разбил проличь. И я осталась в Смоленске. Как-то ко мне зашел один наш бывший сосед, Николай Иванович Поч, и, зная, что у меня такая довольно мрачная дома обстановка, говорит, что хотите, я вас познакомлю с группой молодых людей, которые очень хорошо поют. Пойдемте послушаем. Я согласилась. Он меня привел на улицу декабристов в один двухэтажный деревянный дом. В комнате, в большой комнате, по типу общежития, было много кроватей и много молодых людей. Люди, внешне, многие из них были внешне красивые, интересные, и действительно, когда они начали петь, это доставило мне удовольствие. Они застали, ну, в какой-то мере заинтересовались. Мною предложили, что, в общем, можно у них отдохнуть, немножко отвлечься от всяких бытовых дел. Я стала туда заходить. Ну, вот не возникал вопрос, кто они, откуда они взялись? Ну, вот мне рассказали, что это люди, иммигранты из различных стран, что они все русские, что они очень чтут все русские, так сказать, обычаи, чтут свою национальность, чтут и любят Россию, и очень страдают в изгнании. Но, тем не менее, пришли с немцами. Понимаете, это для меня не совсем было ясно. Я потом как-то уяснила, что все-таки у них с немцами большой контакт, поскольку они стали занимать командные должности в городском управлении. А в первый момент мне, так сказать, да я, собственно, честно говоря, не задавалась даже этой мыслью. Бывали, потом собирались у актрисы Либеровской, которая так и называлась салон, мадам Либеровской. Потом они стали, так сказать, говорить, что вот народный трудовой союз молодежи, так называли они. И какие-то у них были программы, изданы были их книжечки, литература. Честно говоря, меня это не интересовало лично. Мне, конечно, трудно в то время представить. Я был очень маленьким, но где-то, наверное, сегодня в безвоздушном пространстве было в городе, и гестапо было, и, так сказать, неужели никогда об этом не было разговоров? О репрессиях, о действиях гестапо, о партизанах. Ну, вы знаете, нет. При мне во всяком случае нет. При мне нет. Я не помню такого. Может быть, я просто не помню. Потому что прошло очень много времени. Прошло много времени. Вы знаете, мы вернулись к рассказу об НТС. На ком-то и так и сказалось. И это соответствовало в действительности, что НТС развалилось. Старшее поколение вымерло просто. О, Макалович тоже уже умирал. Но, тем не менее, делаются попытки возродить эту организацию на какой-то новой основе. И вот, из того, что вы рассказывали, многое совпадает с теми письмами, которые разными путями пытаются сейчас направлять НТС молодым людям, тем, которые им не помнят. Они просто не могут узнать того, что было. И где-то в разговоре с вами вот тот же мотив, что я не знала, я не видела. Они тоже не знают. И похожая методика. Делаются попытки интерпретировать историю так же, как они делали это тогда. Из расчета на то молодое поколение, которое вы представляли. Ну, наверное, назовем вещь с именами аполитичной. Правильно? Угу. Вот это письмо подписано псевдонимом Виктор. Но известно, что писала его Ряна Ширикина. Вы, по-моему, не встретились. Я не знала, да, я встречалась. Вы не знали то, что у нас гестапо сотрудничает. Помилуй Бог. Ну что вы? Если выйти, так сказать, за пределы салона Ливеровской, или за пределы вашей квартиры, что НТС, как оказалось, может, они не называли себя НТС, делала для работы среди русской интеллигенции, рассчитывая на ту часть, которая политична, какие мероприятия делались, что можно вспомнить. При немцах это было вообще и театр, и кино. Три дня, значит, было театр, и три дня кино. Но посещали только исключительно русские. Все? Что? Все могли зайти. Все? Только русские. Нет, ну все русские. Да, а почему? Пожалуйста, билеты же продавали. В этом отношении. Ну, я, допустим, здесь работал шесть месяцев. Ставили мы исключительно, правда, ставили еще одну пьесу Гоголя, Женицова, по-моему, и Островского. Это поздняя любовь, не все как бумаженица. Вот такие вещи. Сейчас НТС пытается говорить о том, что тогда они пытались сохранить русскую культуру. Ну, это под таким, как говорится, девизом, конечно, они выступали, что вот мы открыли, вот в условиях немецкой оккупации вы можете пойти в русский театр, слушать русскую речь. Ну, и все-таки театр же надо было содержать, значит, что ты должен был платить. Городское управление, наверное, брало это для себя тоже. У них же какие-то были финансы, я не знаю, из чего они исходили. В уголовном деле одного из военных преступников, одного из руководителей НТС в Смоленске и Смоленской области Космовича, Дмитрия Денисовича, есть один любопытный документ. Это листовка, адресованная партизанам, бойцам и командирам. Мы такие же русские, пишут авторы листовки, как и вы. Призываем вас бросить оружие и переходить к нам, чтобы начинать жить по-новому. Не бойтесь немцев. Они совсем не такие звери, как про них кричат и пишут ваши советские писаки. Вы сами видите, что у нас засеяны поля, есть хлеб, ликвидированы колхозы и крестьянам возвращена не только их, но и бывшая помещичья земля. Есть русские газеты, русские школы. Не думайте, что это пишут вам немцы и что мы им продались. Нет, это пишем мы, русские, которых никто не покупал и не продал. Но мы работаем вместе с немцами, чтобы наладить новую жизнь на новых здоровых началах народного социализма. Мы болеем душой за нашу страну, за наш народ и хотим, чтобы скорее кончилось кровопролитие. Запомните эти слова. Авторы листовки, а среди них и каратель Космович не хотят кровопролития. А вот только один факт. Мы едем в село Каспля, недалеко от Смоленска. Летом 1942 года около села была подорвана машина немецкого военного коммунистанта. Космович сразу же выехал на место происшествия. Партизан, он, как и все предатели и оккупанты, боялся. Поэтому решил отыграться на мирном населении. По его приказу были арестованы жители Каспли. 157 человек. Коммунисты, советские активисты, русские, белорусы, евреи. Обреченных пригнали к яме, вырытой недалеко от деревни, на Кукиной горе, и заговорили пулеметы и автоматы. Такое не забывается. Да. На каждом шагу даже вспоминается. Из ваших близких кто здесь погиб? У меня расстрелян здесь дедушка, член партии 1941 года. Кулинченко Федор Васильевич. И мать, тоже член партии 1941 года. В апреле месяце они приняты были в партию. А у вас просто было? У меня мужа стреляли. Тоже член партии был. Здесь, наверное, в деревне почти у каждого погибли, да? Да много. Очень много. Ведь не у каждого. Ведь не с каждого. Редко пропускали. Ну, где находились, это и... Где комсомольцы были, где партийные. Заранее списки были приготовлены. И накануне 30-го на рассвете в 4 часа утра их забирали. Обреченных забрали. У хату зашли. Вы, говорит, арестованы. Собирайся, говорит, с нами. Ну, за что они сказали? Ничего не сказали. Говорит, собирайся с нами. И стал собираться. Мы тут закричали, девочки закричали. Ну, забрали. Говорит, ничего не берешь с собой. Не забирай. Ну, и так он и пошел. А потом уже я вышла к соседям. Говорит, что-то не на ногу вашего забрали. Говорит, тут много забрали. Ну, тогда уже мы тут сообщили, пошли уже туда, куда их забрали. Понесли им уже кушанья. Там уже им не до кушанья было. Ничего не ели. А тогда... Мы на завтра их пошли. Не тот день пошли. А тогда, может, переночували тут, Романовна. Ну, а охраняли-то, вот, когда они в больнице сидели, русские или немцы? Охраняли полицейские. Полицейские. Русские. Русские. Русские полицейские. Эту женщину зовут Анисия Федоровна Помаскина. В Каспле была расстреляна и ее 19-летняя дочь, студентка медицинских, и тот был взят. Там ведь полицейские-то русские были, да? Вот кто расстрелял в Каспле. Русские были полицейские. Коробочки были. Да, где 100 он. Наш русский после расстрела зашел ко мне и спал литрой. Меня уже с кладбища не знаю, кто меня оттуда привел. Я уже на ноги не становилась. Я лежала в передней кушетке. А он пришел с полицей. Все за стол сидит, пьет и рассказывает. А потом вынел косынку с карпана и показал мне. А раздеться она не дала. Сказала, убьешь, тогда будешь раздевать. А косынку... А судья-то взяла косынку. Говорю, нет, не брала я в него. А водку выпил и пошел. Рассказал, да и пошел. В Светлянском районе они уничтожили очень много женщин, детей, стариков. Рассказал, да и пошел.